Убирает свой локоть с опорной подушки, при этом зарабатывая фолл, но не проигрывая. То есть у него сейчас будет шанс, шанс опять начать поединок и по возможности, заняв более удобную для себя позицию, выиграть нашего спортсмена. Оба спортсмена уже получили в этом раунде по одному фоллу. Сколько вообще предупреждений они могут получить за время боя? Спортсмены могут до конца этого раунда получить еще по одному предупреждению. Если у одного из спортсменов будет два предупреждения, победа присуждается его сопернику. В данной ситуации решающий момент, то есть после первого проигранного Александром раунда, сейчас решается судьба второго раунда и одна ошибка Александра, только одна ошибка, где он может получить фолл, может привести к тому, что он проиграет второй раунд. Поэтому эмоциональное напряжение сейчас достаточно велико и отступать им уже некуда. Один, одного и второго спортсмена по одному фоллу. Мы видим, как борьба происходит на середине. Александр занимает положение и держит Дурсуна. Положение в защите я не договорил. Он пытается удержать руку турецкого спортсмена и перевести бой на контратаку. Турецкий спортсмен раскрывает, но не раскрыл пальцы Александра. И вот она победа. Нужная победа для Александра во втором раунде. Андрей, а что более важно для арм-спортсмена? Стартовая скорость или физическая выносливость, которая позволяет спортсмену измотать соперника и выиграть раунд в заключительной его фазе? Ну, как обычно бывает, у каждого спортсмена, как и у каждого воина, есть свой любимый излюбленный стиль борьбы или свое любимое оружие, так скажем. То есть на самом деле здесь важно не то, чем пользуется спортсмен, а то, как он этим пользуется, то есть сумеет ли он выбрать против данного соперника именно то оружие, которое надо, которое приведет к победе. При этом иногда спортсмен не владеет. Это пусть то будет или старт, или сила, или великолепная техника. Конечно, обычно побеждают те спортсмены, которые владеют разнообразными стилями борьбы. То есть я их лично называю фехтовальщики. Это люди, за борьбой которых просто приятно наблюдать. Это уже высший уровень спортсменов в армспорте, скажем так, профессора спорта. Ну, получается, что в армспорте нельзя разделить спортсменов на спринтеров и стайеров? Нет, есть такое разделение. Это когда есть силовики, есть стартовики. Но обычно, я же говорю, спортсмены стараются добиться того, чтобы владеть разнообразной техникой. И при этом, даже если спортсмен и ставит ставку на свою силу, он все равно старается отработать и стартовое положение. Андрей, сейчас за столом происходит потасовка между спортсменами. Это запланированное шоу, рассчитанное на собравшихся зрителей? Нет, здесь другая ситуация. Здесь, во-первых, сказалось напряжение двух спортсменов, потому что счет сейчас 1-1 по раундам. Это решающий, не решающий, а переламливающий момент в шестираундовом поединке. И вот сейчас мы видим, как Дурсун Ондер похлопал Александра по щеке. Но он не знает наших национальных традиций, что не знает, что наших ребят за лицо трогать нельзя. Поэтому Александр именно так агрессивно отреагировал. Судьи долго совещались, что в этой ситуации сделать, но решили, что это больше национальные традиции. И к этому вопросу больше не обращались. Тем более Александр принес извинения Дурсуну, что так отреагировал. Андрей, к тебе, как очевидцу этого поединка, вопрос. Кому из спортсменов, на твой взгляд, пошла на пользу эта эмоциональная встряска, которая произошла возле армстола? Ну, тут именно очевидно, очевидно, ярко она помогла Александру Цветкову. Он все-таки характерный борец такой. Ему достаточно было поймать свою борьбу, поймать какое-то свое особенное настроение. Он выходил на каждый раунд, как на последний поединок, как будто за ним родина. Он почувствовал поддержку зрителей, которые буквально не останавливаясь, а хрипшими уже голосами кричали. Александр, Александр, Саша, Саша. Особенно женская половина зрителей было около трех тысяч. Поэтому мы можем представить, насколько эмоционально высока была вся эта вот обстановка, напряжение. Александр не мог просто проиграть и подвести своих зрителей. Андрей, мы знаем, что Александр из небольшого курортного городка Судак. Как ему удалось в своей жизни достичь таких успехов и высот? Ну, мне приятно говорить вообще про Александра Цветкова, так как много лет я его знаю. Это наш крымский спортсмен и долго, бок о бок, готовились к различным соревнованиям. Сейчас он президент Федерации армспорта города Судак. Александр также еще и военнослужащий по гранвойск Украины. Александр уже довольно известный украинский спортсмен. Но данный поединок, мы можем смело сказать, что это пик его спортивной карьеры, которая достигалась трудолюбивыми и интенсивными тренировками. Вернемся к происходящему на экране. У Дурсуна Ондера в этом раунде еще остается шанс вести поединок к ничьей. Андрей, прокомментируй, что сейчас происходит за армстолом. За армстолом Александр уже выиграл третий раунд. Со счетом 3-1 он уже обеспечил себе непроигрышное положение. То есть максимум, максимум, если даже Дурсун сейчас выиграет два раунда, счет будет 3-3. У Дурсуна есть еще шанс свести бой в ничью в шестираундовом поединке. Андрей, что для тебя, как президента Федерации армспорта в Крыму, означал этот поединок? Для меня лично он означал очень много. Это уже очень высокий уровень крымских спортсменов. Александр является уже третьим крымским спортсменом, который участвует в профессионал армрестлинг поединках. Это достаточно высокий уровень. То есть вся информация о нашей Федерации, об Александре будет в интернете. Будет на всех фильмах и на всех возможных сайтах мира. Извини, Андрей, я тебя перебью. Сейчас кульминационный момент этого поединка. Если выигрывает этот раунд Дурсун-Ондер, у него появляется шанс свести поединок ничьей. Если выигрывает Александр, то спортивный интерес к этому бою теряется. Да, уже у Дурсуна не будет шансов выиграть этот поединок. Но все поединки по профессионал армрестлинг-лиге проводятся все равно до последнего шестого раунда. Если сейчас Александр выигрывает и счет становится 4-1, то уже Дурсуна не остается никаких шансов. Поэтому мы очень переживали за Александра, чтобы он выиграл этот раунд. Сейчас мы видим, как Дурсун в критическом для себя положении останавливает победную руку Александра и начинает выводить, раскрывая пальцы Александра, борьбу на центр. Но Александр сумел остановить контратаку турецкого спортсмена. И вот она победа. Победа уже в пятом раунде. И со счетом 4-1 он не оставляет уже Дурсуну Ондеру ни одного шанса даже свести поединок, общий поединок, общий счет этого матча к ничьей. То есть остается последний раунд, от него уже не зависит ничего. Хочется еще раз поздравить Александра с победой, так как она произошла на глазах родных крымских зрителей. Конечно, и сам Александр спешил побыстрее закончить свою встречу с Дурсуном Ондером, чтобы самому стать зрителем и увидеть самый главный бой этого вечера между Джоном Брзенком и Тарасом Ивакиным. Андрей, как удалось устроить такой бой в Крыму? Сбылась моя мечта. Мне удалось организовать в Украине бой за звание чемпиона мира по профессионалам с участием самого Джона Брзенка. Человека легенды. Человека, который своим примером заставил тысячи мальчишек во всем мире уйти с улицы и заняться спортом. Ну вот, наконец-то мы и дождались самого главного события армрестлинга этого лета. На сцену, установленной на набережной города Ялта, поднимается сам Джон Брзенк. Великий Джон Брзенк. Андрей, какие чувства, какие эмоции переполняли тебя в тот момент? Ну, в ту секунду о своих чувствах я думал меньше всего. Я, как и все, наблюдал за сценой. Мне было очень интересно уже узнать и, наконец-то, увидеть в борьбе и Джона Брзенка, и Тараса Ивакина. Сейчас начнется первый раунд. По лицам спортсменов очень тяжело что-либо определить. Андрей, ты был рядом с ними и готовил к выходу на сцену. Какой, на твой взгляд, был психологический настрой у спортсменов? Джон Брзен как раз именно тот спортсмен, по лицу которого очень тяжело определить, волнуется он или нет. Но я думаю, где-то глубоко в душе он волновался так же, как и наш молодой украинский спортсмен Тарас Ивакин. Бой престижа, бой уходящего тысячелетия. Наступает эра или Тараса Ивакина, или остается эра Джона Брзенка. Тарас перекрестился, подошел к армстолу. Андрей, прокомментируй, что сейчас происходит за столом. Спортсмены подошли к армстолу, судья выставляют захват. Сейчас мы видим, как лица их напряжены, идет позиционная борьба. Каждый пытается взять удобное для себя положение для старта. Идет война взглядов. Тарас буквально гипнотизирует Джона. Начало первого раунда – разрыв. Андрей, прокомментируй на повторе, что произошло за столом. Сейчас произошел разрыв захвата. Руки спортсменов будут связаны. Я думаю, все-таки это более удобное положение для Джона Брзенка, так как он использует или центровую борьбу, или борьбу в крюк. Тарас же Ивакин славится своим верхом. Андрей, расскажи, кто судит поединки такого уровня? Кто в данный момент связывает руки спортсменов? Рефери этого поединка – самый лучший судья Украины, судья национальной категории, судья Professional Wrestling League из города Севастополя Георгий Лобанов. Андрей, от того, как связаны руки спортсменов, многое зависит? Правильная связка, неправильная связка? Конечно, связка должна быть для спортсмена удобной. Рефери спрашивает, выше или ниже положить перевязку. Спортсмены отвечают и выставляют для себя более руки удобно, приемлемо к именно их стилю борьбы. Сейчас мы видим, как спортсмены толкаются на локтевых подушках. Что они пытаются сделать? Завоевать пространство или выиграть позицию? Они стараются именно взять захват поудобнее, то есть они готовят себе позицию к стартовому положению. Тарас Ивакин стартует, он выигрывает старт, но, несмотря на это, Джон Брызенко удерживает руку Тараса и контратакует и прижимает ее к подушке. Но что же нам показывает рефери? Была ли победа Джона? Мы видим повтор. Да, чистая победа Джона Брызенко, спортсмена из Соединенных Штатов Америки. И вот начало второго раунда. Спортсмены пока отдыхают, готовятся. Девушка выносит табличку с номером раунда. Вот сейчас все и начнется. Первый раунд это была разведка. Спортсмены присматривались друг к другу. Ну, пока идет подготовка. Андрей, кто помогает Тарасу? Кто его разминает? Тарасу помогает готовиться его друг по сборной Украины Алексей Семеренко. Спортсмен из Кривого Рога, двукратный чемпион мира. Он переживает очень сильно за своего друга. Я думаю, они сейчас как раз обсуждают технику борьбы, которая будет использоваться во втором раунде. Андрей, тебе не кажется, что Джон Брызенко настолько уверен в своих силах, что он не переживает? У него на лице не появляется никаких эмоций? Перед первым раундом, я бы так не сказал, конечно, сейчас Джон Брызенко иногда начал улыбаться. Он почувствовал себя более уверенно после первой победы. Но, думаю, еще все впереди. Все впереди. Джон Брызенко это понимает. Понимает, что первый раунд это только первый шаг к победе и не более того. Тарас Ивакин готовится на второй раунд, на продолжение поединка. Я думаю, он будет сейчас более настойчив, более уверен. Он все-таки чувствовал какую-то тяжесть ответственности на себе, немножко неуверенность перед более опытным и таким именитым, известным спортсменом, как Джон Брызенко. Я думаю, сейчас Тарас будет показывать свою борьбу. Если у него получится выбить руку Джона Брызенко своей верховой борьбой, я думаю, что все-таки счет поединка изменится в пользу Тараса Ивакина. Посмотрим, насколько это получится. Опять разрыв. Андрей, это тактика одного из спортсменов или это произошло случайно? Нет, это не тактика и не произошло случайно. Именно наработка четкая. Тарас Ивакин работает в свой излюбленный стиль верхом, а Джон Брызенко, держивая руку, получается, идет на разрыв. Я вижу по борьбе уже, что Джону Брызенко это более выгодно. Более выгодное для него положение на связке. Ему будет легче заворачиваться в крюковую борьбу. Поэтому Тарасу Ивакину надо особенно быть внимательным на старте. Если у него будет получаться выбивать руку Джона Брызенко, стартовать первым, я думаю, у Тараса будет победа. Андрей, как на твой взгляд Тарас себя чувствует на связке? Полностью ли он владеет этим способом борьбы? И вообще трудно ли ему бороться со связанными руками? Со связанными руками, я думаю, бороться любому будет очень трудно. С таким спортсменом, как Джон Брызенко, пусть будут это связанные руки, пусть будут это развязанные руки, бороться всегда сложно. Даже такому серьезному спортсмену, как наш украинец Тарас Ивакин. При этом хочу напомнить, что сейчас на ваших экранах происходит лучший поединок 2005 года в мире. Все внимание в мире было в этот момент обращено на город Ялта, на наш крымский полос. Звучит команда рефери, и вот что происходит, Андрей. Тарас, Тарас! Тарас все-таки выиграл верх, как я говорил на старте. Он успел раскрутить кисть Джона Брызенко, но Джон даже с открытой кистью удерживает руку Тараса Ивакина. И мы видим, что судья показывает фол Джону Брызенко, отрыв локтя от подушки. Напомню, что борьба ведется до двух предупреждений в каждом раунде. Получая два фола, спортсмену присуждается поражение. Мы видим, что Джон Брызенко не согласен с решением судьи. Он подходит к судейскому столику. Что же скажут судьи? Каким будет их вердикт? Судьи, я думаю, не будут менять решение главного рефери, потому что мы своими глазами с вами видели, как был отрыв локтя у спортсмена США. Поэтому решение, я не думаю, что будут менять. И надо Джону все-таки не ругаться, а готовиться к следующему, к продолжению, вернее, этого раунда, потому что у него всего лишь один фол, фол все-таки присуждается. И вот оба спортсмена подходят опять к кормстолу. Хочется напомнить, что пока счет матча 1-0 в пользу Джона Брызенко. Спортсменов опять связывают. Да, опять идет борьба на связках, опять излюбленный прием Джона Брызенко. Тарасу сейчас будет нелегко. Но мы видим, что Джон тоже волнуется, раз он зарабатывает фолы. Посмотрим, чем же закончится продолжение этого поединка. Я очень надеюсь на победу Тараса Ивакин. Это наш украинский спортсмен. Мы все вместе болели в ту секунду за него. Спортсмены перед началом очень спокойны. Такое впечатление, что больше нервничает рефери. Вот-вот начнется раунд. Спортсмены борются за позицию. Двигают локти на подушках. Старт! Что произошло? Сейчас посмотрим на повторе. Опять фол и победа.